Либо с ним что случилось, либо ему помогли на самом деле на ноте. Но тот прапорщик сказал, что после этого происшествия он точно решил, что он будет служить Богом. И он пошел потом в храм, стал служить в этом храме в Москве, я тоже читал его на твердосе, потом в Москве. Когда мы с ним виделись, я в Рязанске тоже был на встрече, а он был уже в храме Москвы. Вот так вот. И очень интересная история. И когда я услышал о том, что этот старший лейтенант Англакову утонул, знаете, кстати, отец его был недавно еще жив, дожил до самых своих ворот, до глубокой старости, и местный сын, но вел себя совершенно не порядочно. Жалко я, конечно. Тоже им уже поскольку жалко. Потому что те, кто угодит верующих, они думают, что имеют дело только лишь с человеком, сами. Понимаете ли? Но если человек верующий, он не сильно погружен во Христа, в Бога, то где-то это и оправданно. То есть как бы это переструксирует. Но если человек в Богу вернул в Господа, да, то и Бог в нем, и Он в Боге, то тогда, касающийся такого человека, Годителя, он неизбежно касается Господа своего Творца, Бога. И поэтому, когда у меня вот этот бывший папа вообще рассказал ту историю, ну, что я не знал, ту информацию, у меня, знаете, у меня тогда шерсть, ну, может быть, такое ощущение, что мурашки по телу так, чтобы как будто все было. Вот если было шерсть, у меня дымом все стояло. Знаете почему? У меня, что-то дошло до меня, до меня дошло тогда только, что ведь, а я ведь специально за него, я не молюсь даже. Ну так, в целом был постарел, но не было бы я таких как-то. Мы не хотели третье раловать, что да, да, доставляйте родители ваших, молите, задержавивающие вас. Апас, вот и то, вообще. То есть, то на практике у меня этого не было. Вот. И понимаете, я думаю, вот, у меня аж потом приехал к себе грязать, И тогда на приходе было в Ринанску-то Соловейнке, точно помню, Соловейнке, Михайловской районной. И, значит, Иль приехал к себе на приход, хотя все разрушлял. Уже дома, а все разрушлял. Не надо же, вот интересно. Вот. А что было бы, если бы, это бы. Было бы. Если бы, я, допустим, когда бы молился бы за него, благостовлял бы его и молился бы за этого загадителя. Вот именно целенаправленно молился бы за него, благостовлял бы его. А ведь, возможно, по-другому. Ну, как бы, один из вариантов. Как знаете, вот, молился бы, если спрашивали еще одно пришествие Христа, это было еще, не помню, какое-то, ну, лет за стоящего пришествия Христа. Один из вопросов благостовлял бы, разная школа господская. Все предопределено? Судьба? Или же есть ли мы? И, интересно, мудрецы дали ответ Израилу. Народ же дал ответ, и вот мудрецы вышли, тогда народ был. Ответ был, конечно, обескураживающий. Они сказали, все определено, но есть ли. Интересно. Вы истинный европейский. Да. И еще почему? Потому что друг мудрец, уже Шамай, старший, лидер школы, школа Шамая, как называется, вот, он сказал интересную вещь, что написано много дорог, это как бы много реальности, они есть. Просто какая реальность станет в этой реальности реальностью, вот здесь уже выбор человеческий играет роль. То есть, вот сегодняшним днем, допустим, например, на каждой из нас прописано, вот как Шамай, вот они у нас старший, тоже, ну, это, сколько там, до рождения институции еще это было, что если есть несколько реальностей, в этот реальный день, они прописаны, прописаны небесами, прописаны Сатама противником, есть несколько вариантов, как минимум, у каждого, в любой день. И вот какая из этих реальностей станет реальностью в твоей реальности, вот здесь уже выбор уже играет. Очень важный момент. Вот. Потому что каждый из нас мог бы, допустим, сегодня, ну, не здесь, допустим, оказаться, да, вот, но где-то еще, да, и была бы тоже реальная жизнь всего лишь в течение дня, но другая реальность, она бы, ну, осуществилась бы в этой реальности. Интересно вообще? И вот школа Шамая, кстати, там школа не легкая, школа Шамая, где разные школы, они спорят между собой постоянно. Вот. И, значит, Иисус, Он вырос в павелире, там, в основном, школа Шамая, она популярна. Вот. И, в общем-то, возможно, Иисус, ну, хорошо знал об этих учениях. Интересно вообще наш. Ну, не говоря уже, может, Иисус вообще все знал изначально собрать, по большому счету, потому что, как мы читали вначале, сегодня вначале было без словопущего, без словопо-бухого, без словопо-бухого. И все через него начало быть. Абсолютно все. Спасибо Богу, всем обучшему за всем. И я с того времени, знаете, вот, опять-таки, не всегда исполняю это слово. Не всегда. Иногда очень поздно доходит, как говорится, как дарутки на 7-е сутки. Не сразу доходит, вот, некоторые вещи, допустим, вот, но учусь. Допустим, когда кто-то, там, гонит, да, значит, правда, проклядающего, значит, очень важно дарут эту дневную реакцию сразу, да? И чтобы Божья реальность становилась реальностью с сегодняшнего дня, да? И вот в жизни, не только в своей судьбе, молитва влияет на судьбу даже окружающих людей, на их выбор, даже, вообще на их реальность. Это потрясающе вообще история, молитва. И очень важно благословлять, благословлять тот, ну, к примеру, если, ну, так назад, допустим, да, время начало. Если, допустим, когда бы в Харси, я бы все-таки осознал бы это и именно в Нураймы, и молился бы за этого гонителя своего. Возможно, в тот же день он не пошел бы на кляжь в Харси. Может быть, он бы, пусть себя там в комнате, или бы даже подерживался бы, но или покаялся бы, или, да мало ли вообще. Убогость на дорогах, знаете ли, вот, жили, может, у дома, как вот Пилат, передаю, простигаю, что-то приснился бы, и она бы сказала бы, слушай, ну, не надо, не делай ничего. Такого плохого, что слушаю, очень плохой сонный спрос. А он взял бы и послушал бы свою жизнь. Ну, к примеру, один из вариантов, из сотен вообще, убогость на дорогах, каждому сенсу человечества, ну, там просто невероятное количество. Вот. И поэтому нам, как христиан, вот, действительно, Иисус, как Иисус поступает, да? Иисус, даже в палачей своих, да, которые уже убивали Его, казалось, куда дальше, ну, куда уже дальше, все. Они, главное, там, поиздевались, избивались, все. Они решили Его убить уже, все, конфетку убить. И толпа пришла, и чаще всего они собрались не ради нам посочувствовать, а ради зрелища, ну, раньше не было зрелища, но там, да, вообще, прозвучий не было такое. Отличный тазик, вот, ужасный технику, вот, значит, и люди приходили на такие зрелища, шоу, и вот пришли на зрелища, тем более, вот, не просто, там, ладно, там, двух этих паркеток, ладно, нормально, понятно, за что. А это вообще не за что, там, дорогой ясный, вот, и убивали Его, и толпа всякое говорила, я так понимаю, а религиозные люди вообще, прождесят, ожесточились настолько, других спасало себя, что не можешь спасти, вообще, вот, что откроется. И, знаете, для него обидные вещи, да, значит, но и палачи, они, для них вообще-то просто евреи, их не юбилейские разборки, убьем и все. Вот, но они вообще захватчики, оккупанты, для них это вообще-то не что, убить. Но, самое интересное, Иисус в этой ситуации, да, Он благоставлял, молился, благоставлял, прощал, и вот это максимальное, что можно сделать, да, в этой ситуации было. Но, это позволяет, вот, как бы, божественной реальности, в реальности людей земных, да, вот, осуществляться. Потому что, в тот же день, да, значит, ну, в тот же момент, когда они шли уже обратно, с этого зрелища, люди, многие, там, бились, как будет написано, да, значит, многие сожалели вообще, что они пришли, как на развлечение вообще. Вот, и, да, и потом, тысячи людей покаялись, вот, Иисус, когда воскрес, Он, там, однажды, там, более чем веке с нам братья, как написано, то есть, там наверняка были женщины, дети какие-то, то есть, тысячные сомрания были, я так понимаю, Иисус явился. То есть, это уверовавшиеся были, вот, и многие обратились, конечно, кто-то, ажесточился за последнего, ажесточался, но уже здесь уже, как бы, хозяин барыня. Вот, но, все-таки, когда молишься, вот, оставляешь, то вот, что-то свершается, и, знаете, вот это откровение, что в Боге есть свет, нет в нем никакой тьмы, никакой тьмы нет, вся тьма в Боге, это все наши нужды человеческие, вся тьма, которая, вот, на Бога говорят, вообще, в мире, вообще, в нашей планете, в целом, это человеческие представления о Боге, это не сам Бог, вся тьма, которая, даже в мире, встречается тьма, не какая-то о Боге, вот, темные места, которые можно, по которым можно Бога вбинить ко мне в чем-то. Даже эти моменты, это не есть Бог, истинный Бог, истина Его сама, суть Его сама, это свет, в который нет никакой тьмы абсолютно. Это, вот, истина, это право, это благовестие, на самом деле, вот, и это нужно напоминать, и Сергея, и Бухаревича, вот, и, потому что, даже, читая Библию, пора, там, ну, как бы, нет, это, шевернется, там, надо же, там, какие воины, какие-то, там, убийства, там, все, там, геноцисты, и вообще, смотришь, то есть, можно при желании, можно, если до июля, подходит в Библию, да, можно и Бога обвинить, судно Богом, фильм, там, заменим. И вот, но, на самом-то деле, это суд, надо, опять-таки, не Богом, а над нами, короче, над нашим представителем обвинить вообще, над нашей верой в Бога неправильной, и над нашим образом Богом. Как Иисус сказал, божественное сердце в вашем манисею, да, вот, завтра, хотя, читая, да, Бога выгодит. Ну, ладно, вот, и вот Евангелие, причем именно в этом, и сегодня прошли годы, да, вот, уже спустя годы все эти, и кто подошел похоже, я скажу, что я, оказавшись, это, вчера в этом лифте, грузовом канцелях, спорил о канцелях, спорил о тех, этих происшествиях, думаю, да, даже интересно, да, он мне свидание назначил так вот, как в лифте. И, знаете, сегодня, вот, мы на свободе, в здравии, имеем возможность собираться, вот, это тоже благо, вот, слава Богу, в Украине есть эта свобода религиозная. Я, вот, эти месяцы был в России, сейчас приехал, вот, четверо дня, скажу, есть с чем сравнивать каждый раз, и дорожите эти свобода, потому что это дар Бога, на самом деле, это дар Бога, если бы не Господь был бы с нами. Вот, и, но во всякой ситуации, и когда гонят нас, и когда свобода, и когда хвалят, и когда ругают, во всякой ситуации очень важно, вот, взирать на Господа, погружаться в Него, и в периоды мира, и в периоды войны, и в периоды, вот, гонения, как-то, наверное, особенно, потому что я, в Крымого, как бы, Богу, говорит, да, в периоды гонения, особенно, как ты, Богу, ищешь, но, и, ну, нет, ну, слава Богу, конечно, конечно, что кто-то, может, так, идет Бога, но, погрузиться в Него, но, хорошо, в периоды мира, в периоды, вот, гонений, погружаться в Него, потому что, когда мы, когда нас не болят, да, когда мы, и мы погружаемся в Бога, то мы способны быть, на большинстве, большим еще благословением для окружающего мира, для окружающих, ну, нас, людей, для всего окружающего, слава Богу. Тоже, особо было бы, и в Азии не было повод в таких молитвах, тоже, молился за людей, за животных, даже за растения, вот, и я знаю, что Бог благословляет, Бог благословляет, и, знаете, когда мы погружаемся в Бога, а Бог в нас, то мы способны быть благословением для окружающих, вот, а когда нас болят, тогда это жизненно необходимо вообще. Хотя, даже на реалитике некоторые, что Бог дает, не даст им Бог покаяния вообще, написано, интересно, то есть, Бог может дать покаяние. Я помню на Алтаве, село, там, горно Алтайск, и пропадал там поселок такие, вот, ну, такой, кариэграфик, как говорится, там дальше металл уже, и все, как-то начинал. И, в общем-то, интересные люди, там, тоже братья, вот, одна цепь, там есть, такая пророчествующая, то есть, там, большинство людей, они, там, пророчествуют, вот, собрание, такое интересное, такое, старые посядки, там, еще от Говинина градутся, вот это, А потом, там, там, образовалось, там, из бывших сынов, потом, те, кто сами уехали от Говинина, и местные, которые есть Алтави, что-то, ну, мало местных, вот, именно Алтайцы, собственно, коренных, вот. Вот, ну, это такие, кариэграфик народ, они такие, короткие, такие, ну, чисто азиатские, они, типа, в лицах, вот, и, значит, и там они молятся вместе, интересно, вообще, никого тоже, и один из братьев там, молодой пацан совсем еще, так интересно рассказал, значит, ему было, значит, откровение, это было одно еще, 15-15, что ли, что в России времена другие идут сейчас, и будут горения на верующих, вот, и прочее, прочее, там, нео-сталинизм будет приниматься, значит, новый, и прочее, там, такие вещи, я рассказал, в то время, на 15-15, это казалось сказкой для людей, ну, как бы, даже приезжие, там, где кто-то брать, там, ну, и верили, не верили, ну, как, ну, вот. Но самое интересное, в его рассказе, я, может, не сильно придал значение многому, но вот одному придал значение очень серьезно, в его, он сказал так, что частично, как было прочее, то частично он рассказал свой сон, и он свой сон рассказал так, видел во сне, как христиан, там были, где-то, но убиение, и как бы убивали их, к христиан, и потом в палаче, он, как бы, встал, значит, и убивал, И он сказал, что я верю в Иисуса Христа, а так же, значит, уехал. То есть я не помню до слова, но он как бы, он тоже упокаялся, но тоже уверовал, уверовал в ней, как он сказал. Вот книжку я читал, потом еще интересную, мне дали, «Прости Наташи». Помните? Это такая была книжка, одно время популярная, на русском языке издавалась она, значит, издали ее еще в штатах еще, потом уже пересдавали здесь, называется «Прости Наташи». Вот, там, значит, это исповедь бывшего чекиста, значит, офицер, значит, КГБ, который издевали с отвергающими, вот. И, значит, там он рассказывал, что одна, особенно одна была девчонка, но они ее завучили до смерти, короче. Ну, это были еще, еще были 70-е годы, еще были, в середине 70-е годы, вот. Вот, вот так получилось, у него было слабое здоровье, Омбер Наташи, после побоев, вот, значит, и, значит, атаку не давали спать, ей, значит, там, допросы, там, значит, все, а из 50-ми там было. Вот, и, значит, ну, и умерла там была у них она. Но самое интересное, она ее собрала. Вот, ну, они слышали, они еще, наверное, смеялись еще больше. Вот, и самое интересное, короче, один из этих офицеров, который стал верующим потом, он, значит, покорялся летом аптестов. Ну, тоже какие-то протестанты тут покорялся. Вот. Хотя раньше он, значит, был против этих верующих все. Вот. И Бог помог ему как раз вот в конце 80-х вроде как бы по службе, не по службе выехать за границу, но быть, как бы, невозвращенцем. То есть он обращается там в посольство американское, просит там убежище, сливает информацию про КГБ. Вот, как офицер, значит, там, значит, все. Чисто-сердечное признание. Я в исполнении все преследовал верующих. Теперь сам он в душе верующих, но я не может так. Короче, он рассказывал. Ну, ему потом убили, правда, уже 90-е годы. Ну, там точно неизвестно, но я разговаривал с этим, как Борис Перчат, правозащитник в Вашингтоне, в штате Вашингтона. Все вместе мы общались. Он из старых правозащитников еще. И он говорит, что, скорее всего, это было убийство все-таки. Ну, там, официально, как и сейчас, на случай произошел. Вот, в середине 90-х. Но официально вот этот, он успел опубликовать материалы. Вот, и, значит, вот такая, как выискиваете, прости Наташу называться. Вот, и поэтому к горителям отношение наше, вот, это благостровляющее. Благостровляющее. А для друзей мы сможем стать великим благострелением. И потому, что благоставляющий нас, он, значит, больше благостровлен. То есть, человек, который, ну, благоставляет верующих, да, если Бог, в нем мало боги, и благоставляет. То есть, если его проклинает, да, значит, то, ну, прогрессирует прокляция, да, значит, в его жизни, как бы, по умирантам сразу. Если благоставляет, то прогрессирует благостреление в его жизни сразу. Вот, ну, по-любому. Ну, что бы ни было у нас, среди друзей, среди врагов, важно погружаться в него. Вот, что, напоминаю вам слова Иисуса, да, когда он уходил, он сказал, что кто будет веровать, и крестница спасен будет. Но крестница баптиза, да, напоминаю, что это слово баптиза означало погружение. Погружение, и плюс еще, это слово употреблялось для описания соления грудцов чаще всего. Вот. Вот. Мне, вот, малыш, и гайка пришла, здорово. Ну, ты не добавишь манчика. Да. Такие смачные. И я идем, а хранящий пункер, я еще не помню. Открыл манку. А запах, кармашин, у нас шпортил. Охранящих грудцов. Представляете, смачные. Там и чесночок, и перчик, и... И хрена, ну все так. Вот, да, да, да. Вот. И вот эти окунцы, они прошли просолку, пропитку как бы вот этим всем. Да? И вот наша задача тоже, как верующие, да, погрузиться в него. Кто будет веровать, не погрузится в меня тогда, да, можно так перевести литературно. Не пролетает со мной, будет спасен. А кто не верует, ну, получается так. И, как говорится, я там был, мертвые люди, у садиков вроде и попал. Вроде как бы и выл, но вроде и не пропилах. Да. Но важно православиться, пройтись, пройти процессы. Вот. Тем более это, скажу, что, если говорить о небесах, о жизни и вечной. Свои плюсы там. Здесь свои плюсы есть. В этом древненном измерении нашем есть свои огромные плюсы, которых там и будет. Там, конечно, плюсы огромные, которые перекроют все и вся. Но есть свои плюсы есть, особенно которых и нет, и нет. Во Вселенной просто. Здесь есть временное пространство. Вот. И есть уникальнейшая возможность просто, действительно. Вот греки называли это электропионом. Соотношение Божьей воли и воли человеческой. Когда в нашей судьбе, в том, воля Божья исполняется. Вот мы говорим, да? Вот. И она исполняется каждый день вообще. Вообще-то, ну, в идеале. Просто потрясающе. Вот. Когда в воле Божьей человек находится такой, да? Когда вот именно Божья вот эта реальность, в этой реальности его сегодняшнего дня осуществляется, то даже как Филипп, он там, допустим, находился, да, в этом месте в одном раз, потом Анну взял его и перенес его в любое место. Не может там болтовал Филипп там? Сейчас я пару секунд на один прочитаю. Не, да, потому что Бог его перевернул, потому что Бог находился в этой Божьей реальности. Такой дне. Вот. Как, правда, мне писать, как рассказывал, да, свидетельство тоже классно. Вот когда в Сибири, еще начало 90-х, когда они прогулели, в Сибири, вот он пережил тоже чуть-чуть перелет из одного города в другой. Вот это да, мне интересно. У меня таких не было, чипец. Вот. Хотя были в ближайшиеся даже. Иногда время останавливалось. Ну, потому что это я потом уже понимал. Когда ты так находишься, ты не понимаешь. Проходит время, ты понимаешь. Потому что за тот период времени, в котором ты находился в этой земной жизни, да, ты не смог бы столько сделать их данных. Но вдруг ты делаешь столько, что ты не в состоянии был этого сделать. Ну, чисто я физически не смог это сделать. И потом я стал понимать, что да, это было временное чудо. Бог может время раздвигать, он может сжимать. То есть это тоже реальность. И опять, это все зависит от того, в реальности его Божьей. В реальности его Богу. Вот. Если в реальности дьявола, в реальности Сатана, противника, то, значит, там обратно на чудеса происходит. Обратно. Наоборот. Времени много, а ничего не сделали. Вот. Ну, прямо противоположный чудеса происходит. Это Божьим чудом. Вот. И если в Божьем чуде человек умнеет, как бы, да, и развивается, и диагноз, ну, он деградил, и все это исчезает. Ну, выбор. Будущность участина, написано, погибет. А будущее правило на весь мир. Отец, благодарю тебя за этот день. Благодарю тебя за братья, моих сестер, за всех, кто сегодня присутствует здесь, сейчас в этом собрании, кто не смог быть. Слово и словом, благословляю вас, Максима. Боже, ты, Господи, исцели его. Ты уже исцелил его, Господи. Да он пусть будет рад и счастлив, Господи, Боже, и пусть следующее служение будет с нами, Господи, поделиться с телесом своим во имя Иисуса Христа. Слава тебе, Господи, Боже. Благослови всех нас. Боже, пусть, Господь, Твоя воля исполняется в наших судьбах. Как Сын Твой, Единородный Иисус, там, где все мамы были перед выбором, было несколько реальностей, и все они были хороши. Но Он выбрал совершенную реальность. Он выбрал и сказал, Впрочем, не моя, но Твоя воля. Да. Господь скотой. И пусть, Боже, в наших судьбах исполняется, Боже, Твое Слово. Потому что вначале, оно изначально, оно прежде бытия этого мира. Твое Слово. Оно вечное. Оно из вечности и вечности. Из вечности и вечности. И пусть Твое Слово осуществляется в наших судьбах, в нашей жизни во имя Иисуса Христа. Всегда, всегда, всегда. Благослови народского мира своим шаломом. Благослови Господь, Побогательской милости. Да благослови Тебя Господь и сохрани Тебя. Да призрит на Тебя Господь Свету лицом Своим И помилуй Тебя. Да обратит Господь Лицо Свое на Тебя. И даст Тебе мир. Лицо Свое на Тебя. 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 Рspeed в небе, Лицо Свое на Тебя. Добудет воля Твоя На земле, как на небе. Хлеб наш осущный Дай нам на сей день. Расти нам долги нашим, Как и мы прощаем должникам нашим. Не behind нас в искушение, Избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава вовеки вовеки. Аминь. И распусти нас миром, Господь. Пусть благодать Твоя с проспешит. Благодать на благодать. Благодать на благодать. Слава Тебе, Господь, во всем мире. Благослови нас. И в этом дне Божьей с помощью и в последующей дне нашей жизни пусть Господь и сегодня, и в день вечный святится Твое с Твоей имя. Аминь. Вас валяется. Аминь. Аминь. Присядьте еще пару минут, друзья. Я хочу сделать еще. Может, у кого есть тоже объявления, какие нужды, даже не знают, а за что помолиться? Да, за что есть помолиться. Что будет? Что будет? Какая будет, что станет? Какая будет. Так, что? А, ну, не, ну помолимся, да? Помолимся за вас, да? Да. Ну, хорошо, все это взяли. Да. Помолимся за вас. Правда, это особая монетка будет. Вот, а моя просьба такая, монетца остается чуть больше месяца у нас. Мы соберемся с собой здесь еще. Будем проводить не обычные служения, как и сейчас, а будем проводить с собой. А, кстати, Кифа, мы с ним поговорили, с Абовом. Он будет здесь пораньше. Вот. Получается, в начале августа переезжали уже. Вот. Они, значит, будут здесь гостить и будут тоже служения участвовать. Вместе с Эсте. Вот. Или Афин будет, не знаю точно. Он будет точно. И 12 августа будет тоже делиться словом, откровением. Прошу вас тоже. У кого какие будут, может. Ну, стихотворение. Слово, какого-то, пророчество. Какое есть вообще-то понимание. Поделитесь этим. Хорошо? Вот. И молитесь за этот собор. Собрание особого рода. Собрание преображения Господня, при празднице, преображения Господня, 19-го числа, августа. И тема преображения верующего, преображения жизни верующего человека, да? Преображение семей, домов, общин, церквей, конференций, и доминаций. И преображение всего тела Иисуса Христа. Вообще. Все церкви, все вкупе преображение церкви Господней. Сегодня. Вот. Это такая тема. И я думаю, что это очень важная тема. Фу, меня аж распирает. Аж проектом. Распирает. В качестве отрицательного. Вот. И я думаю, что кто придет из гостей, пожалеет. Будут благословлены. Вот. А до того. Хочу тоже, что есть, да? Потому что, конечно, молитесь, да? Хорошо. Обустроюсь для всего этого. Вот. Ну и прошу Ваших. За себя тоже. Вот. Молитесь. И очень Богу благодарен за все. Вот. И сейчас в эти месяцы приходилось тоже и гадение определенное переживать. Поэтому учусь тоже молиться, благословлять. Вот. Вот. Учусь правильно реагировать на задержание, аресты, допросы. Каждый раз хочу любить, благословлять. И самое обидное бывает, значит, что эти люди, которые даже опрашиваются и арестовывают, они сами понимают, что они сами в дурацкой ситуации находятся. То есть понимают, что им бы следователем посол ваших делам, им бы заниматься какими-то действительно важными делами. Понимаете? Они верующие. Видно, что самим им порой противно то, чем они занимаются. Но они вынуждены по долгой службы. Хотя есть и те, которые не просто по долгой службы, а ревностны, то есть они по своим обижениям, они находятся в такой ситуации, как они теперь. Вот. Но, прошу молить. Благодать усиливается. Благодать усиливается каждый раз. Это ощущается, сто процентов. Здесь, конечно, мы поблагодарим. Слава Богу за Украину. Молитесь. Молитесь. И просто благодарите Бога. Я этим не могла быть здесь уже книгой. Так немного очутался. Молюсь и благословляю Бога. Благодарю. Да, и еще. Если вам надо, у кого-то вот сюда валяется бриночка, как вы мне наивните, напишите. Напишите там, допустим, да, еще там или как-то там позвоните. В парке вода я каждый год могу. Молюсь и промойка. Вот, петро Чеплина, смотрю с собой в диаграмме. И туда. Слава. Вот, в шести лет с ним играет. Я хожу по-внизу. Вот, значит, хотя и в эфире стараюсь по-внизу тоже. Но так вот, чем-то. То в эфире, то, значит, без эфира просто. Молюсь. А эфир, где он там, начнёт телепортики, сделала, киот 11. А потом, ну, там просто, значит, студию. Студии. Да. Помолимся. Хорошо. То есть, остаётся времени немного. Молитесь, пожалуйста. Хорошо? Вот я уже официально определяю, что вот 19 августа будет собор в нашем сердце. Батюшки все, матушки все, друзья, сторонники информации, сочувствующие, утилизующиеся, бывшие, кто были с нами, и те, кто хотят вернуть к нам. То есть, ну, разные люди. Надо собираться на своё время. Да. Пусть с нами. Да. Давайте поблагодарим епископа. Слава Богу за чудовое сведоство, за чудовое слово. И я хочу сказать, что за... Багато за что відповидає серебро. И кто хочет посеять, и в царство сегодня я буду мать посеять. Потому что если не посеять, то не пошли. Да. Вот давайте сей. Пойдём. 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 Доброе. Здорово. Слава Богу. Так. Спасибо. Спасибо.